Думаю, почему камера горяча. Хорошо, что я в карман поползла. Я шла-шла всю дорогу, положила камеру в карман, а она оказывается в рабочем состоянии. Я привыкла еще к камере снимать. Никак не привыкла. Я как-то рассказывала о такой случай у меня был на Новый год. Молодой человек, ну, выпивший. И, представляете, шел-шел-шел прямо и чуть под рельсой не упал. Я как стала орать, как стала орать, он этот, схватила его за рукав, не знаю, откуда силы взялись. И, конечно, потянула его на себя. Он так и не понял, что произошло. Ну, вот такие случаи. Представляете, такой праздник. Ой, вообще, не хочу даже вспоминать. Здесь такие сквозные. Сквозные, вот такой прям один вагон, прям считается. Ну, он как кормушка. Хоть путь намного дольше по расстоянию, но он быстрее дойдет в пункт назначения, куда вот не надо. Я за москвореческую линию не стала садиться. Она всегда загруженная. Хоть и в выходной день, хоть и в праздничный день, хоть и в будни. Ладно, поехали. Он сказал, поехали вперед. Мы идем куда? Мы идем на ВДНХ. Нам не страшно ни снег, ни мороз, а минус семь. Но народ... Не холодно, не холодно. Народу очень много. Все закутаны. В том числе и я. Знаю, что у меня получается, как я снимаю, но... Что-то снимаю. Я сегодня без зарядки. Ну, вот, камеру направила. Я веду так. Мы приехали с вами... Куда мы опять приехали? Мы приехали на ВДНХ. Вот. Я говорю, народ ничего. Хочется смотреть в помещениях, там чего. Да, и погулять. Минус семь, но она не чувствуется, что минус семь. Ладно, я отключу. Будет что-нибудь интересное, я, конечно, буду снимать. Да? Такой шапочке интересной раздают в рекламке. Вот мы переходим через светофор, через дорогу. Видите, какое количество людей. Одни туда идут. Другие... Одни уже идут из ВДНХ. Другие только направляемся... Направляются в том числе. Ну, например, вот. Нас остановили, что ли? Нас остановили, видите? Все, мы не прошли. Нас остановили. Знаете, как здесь работают? Ух ты! Часть людей. Ничего себе. Нам разрешили перейти через дорогу. Я отключилась, парень говорит. Я уже двоих, говорит, отвез. Сукрубы. Ну, все. Так, идем мы дальше. В интернете я читала. Нам нужно зайти в гостевой центр. Вот сейчас зайду. Ну, в прошлый раз мы были без никакого гостевого центра. Мы побывали в 75-м павильоне. В этой трубе. Все бесплатно. Никто меня нигде не останавливал. Сейчас мы пойдем посмотрим, что это такое здесь в гостевом центре. Здесь меня проконсультировали. Я вообще, как же, дали схему. Пойдем на улицу, я вам покажу. Здесь мы уже с вами были. Я тихонько буду показывать. Так, пройдем мимо. Тут, наверное, перерыв убирает снег. Но я хочу пройти мимо всех елок. Не будем второй раз сюда заходить. А вот на елочке посмотрим. Так, российское общество знания. Многие павильоны, вот так, что мне показало на схеме, где красные, вот тут лазер, лазер какой-то, обозначены красным, это платные. А где синие, вот они бесплатные. Это временные павильоны выстроены. Их раньше не было. Этого павильона раньше не было. Вот, видите, какая здесь красота? Это Архангельская область. Я думаю, вообще, когда пойдет снег, здесь засыпет все. Но нет. Елки видны еще. И украшения на них, и огни. Ух ты, моя дюля, то я еще бочка пришла. Вы же знаете, что я их очень-очень люблю. Так, а это у нас федеральная агентка лесного хозяйства. Снег, медведь с посохом. Так, я не буду отключать камеру. Буду снимать, как есть. Вот что наснимаю, то и покажу. Да, я камеру. Вот носки, видите, связанные с носки. Республика Коми. Коми, Коми, видите. Здесь очень много этих елок. 89 регионов, по-моему, да, на выставке? Да, 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 да. Поэтому, федеральная агентка, опять же, лесного хозяйства. Ну, Коми, что Коми? Коми, конечно, тут военные носки. Видите, сколько носков. Ух ты, полностью. Олени. Молодцы, надо же придумать, носки повесить. Надеюсь. Вот, пока камеру включила, там, видите, как хорошо почистили. Вот они чистят, чистят, а все равно все. Так, здесь Нижегородская область. Вот, Нижегородская область. Так, а что там? Ага, это просто федеральное агентство лесного хозяйства. Я ничего понять не могу. Так, Республика Кабротим-Букария. Моя что золотая. А что же они там тут представили? Так, флаг Российской Федерации. Так, ну здесь рост тоже есть. Вообще красивая, очень красивая. Ель, я вам хочу сказать. В национальном колорите. Национальный колорит. Смотрите, ну вот это солнышко, что ли. Это от Оржи. Солнышко. Ну, декор мне нравится. Декор нравится, да. Да, да, да. Интересно, да, интересно. Кабротим-Букария делала елочку. Да, интересно. Так, здесь у нас какая елочка? Республика Дагестан. Ну, вот они, конечно, свой урок. Обязательно они свой урок. Вот. Эти, как называть, кисточки. Кисточки, которые... А вот, дагестанцы тоже были на шапочках, да? Вот. Месяц. Месяц, да. Вот, кувшин. Кувшин. Ну, красиво. Кувшинчики. Птицы. А, это Тагестан. Дагестан же писатель, писатель. Господи, я всех сейчас не вспомню, да. Вот жир птица, но он не жир птицы, а... Журавли, журавли, журавли. Да, да, вот вспомнила. Я говорю, сразу не вспомнишь ничего. Ну, нет, я ничего... Так, Воронежская область. Воронеж. Так, ну, здесь еще много, так, кресики, колокола. В Воронежской области, естественно, очень много, очень много. Вот якорь, якорь, а? Так. Что еще здесь интересного? Так, вот этот. Да, 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 да. Красиво, красиво. Не могу знать Воронежской области. А, это кнут? Я буду молчать. Здесь якорь. Якорь. Не знаю я, Воронежская область.